Здравствуйте. Оператор мобильной связи вас беспокоит, компания Т2. Меня зовут Алексей. Уважаемый абонент, напоминаю, что сегодня последний день обслуживания вашего номера. Вы помните об этом? Мы даже не знали про это. Подскажите, вы пользуетесь приложением нашего оператора, поскольку месяц назад мы направляли вам оповещение о том, что были внесены изменения в федеральный закон о связи, и теперь каждая сим-карта получила ограниченный период обслуживания. Нет, мы не пользовались что-то вроде, вот вы говорите, за как бы личного кабинета, что ли? Да. Нет, мы такое не подключали. В таком случае вы и не могли ознакомиться. Подскажите, мне совершать продление вашего номера? Да. В таком случае регистрирую заявку на продление. Подскажите, на какой срок вы хотели бы продлить обслуживание номера? А доступные варианты? Вы можете выбрать любой период в диапазоне от 1 до 3 лет. А если я хочу больше 3 лет? Так как были внесены изменения в федеральном законе о связи, вы можете выбрать любой период в диапазоне от 1 до 3 лет. Понятно. Давайте тогда не 3 года. В таком случае указываю максимальный период обслуживания. Подскажите, у вас есть какие-либо нарекания на работу сотового связи? Да, в последние 2 недели почему-то очень сильно связь прерывалась. В таком случае указываю данную информацию. Подскажите, а проблемы со связью у вас возникали в помещениях или на открытой местности? Так, когда стояла в машине в пробке, а потом на работе периодами вот оно как-то так получалось. И по вечерам дома. Я вас понял. Укажу данную информацию. Для установления вашего старого договора. Когда стояла в пробке, я даже согласна с тем, что большое количество машин и все люди в интернете, у каждого есть своя связь. Возможно, там где-то кому-то и перебивали, знаешь, антенки вот эти вот в телефоне. Но когда дома находишься, находишься на работе, это ну как-то смущает. Я укажу данную информацию в технический отдел. Для восстановления вашего старого договора я направил запрос на актуализацию ваших данных. Так как вы не посетили салон связи, необходимо восстановить ваш старый договор, после чего заключить новый. Просмотрите ваше смс. Вам была направлена цифровая комбинация для восстановления старого договора. Цифровую комбинацию озвучьте, я буду регистрировать в системе оператора. Один момент. А зачем восстанавливать старый, если мы перезаключаем с вами новый? Не проще этот старый закрытий и новое заключение? При заключении нового договора у вас будет новый номер телефона. Дабы сохранить данный номер телефона, необходимо восстановить старый договор. Как это будет новый номер телефона? Я хочу, чтобы номер тот же остался. Там же бонусы у меня приходят. Мы же давно пользуемся этим номером. Вы меня не слышите? Да нет, я слышу. Я бы просто так поняла, что будет новый номер телефона, когда мы перезаключим договор. Я не хочу новый номер телефона. Если заключить сразу новый договор, будет новый номер телефона. Дабы так не произошло, мы восстанавливаем старый договор с старым номером телефона и заключаем новый. Ага, понятно. Просмотрите ваше смс. Вам уже было направлено смс-сообщение с цифровой комбинацией. Так, а смс от кого должна прийти? От портала госуслуг. Ага. Нет, еще пока нет. В таком случае ожидаем, поскольку все наши абоненты проходят пролонгацию номера, получение смс-сообщения может занять некоторое время. А тоже еще один такой вопрос. А где я получу потом в бумажном варианте продления договора? Вы сможете посетить салон связи. После пролонгации номера у вас будет номер договора, и вы сможете подойти к салону связи и получить бумажную версию. Там и печать поставят, и подпись, да? Да. Хорошо. Просмотрите ваше смс. Вижу, что смс было вам уже доставлено. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Записывайте. Угу. 79,54. Сколько? 79,54. Вы уверены? Да, у меня только одно смс-оповещение пришло. Больше у меня за сегодняшний вечер ничего не приходило. Угу. А откуда вам поступил данный код? Ну, тут написано от госуслуг 79,54 и написано третьим лицам не давать. И все. Больше там ничего не было написано. А цель данного кода написана? Нет. Просто вот когда вот пришло вот смс-сообщение, написано от госуслуг, открыла, там код 79,54, потом ниже написано данный код никому не давать. И все. А зачем вы сказали? Ну, так вы ж являетесь...